Девушки отдыхают Как обычно в это время в эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости» в студии Марины Бартинева. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. На страж здоровья. 4 февраля. Международный день борьбы с раком. В армавирском онкологическом диспансере Пегуала Анна Мельченко. Армавирские ребята и танцуют, и поют, и делают это очень талантливо. Дарья Товчева расскажет. Новая кровля и новый пищеблок появятся в двух детских садах «Армавира». Чтобы оценить масштабы предстоящих работ в дошкольных учреждениях, побывал глава города. Кроме этого, Андрей Харченко во время рабочей поездки обратил внимание на проблемы, устранить которые необходимо в ближайшие сроки. Все подробности в первом материале выпуска. Пищеблок в 39-м детском саду в поселке Юбилейный ждут большие перемены. Помимо запланированного ремонта, здесь установят и новое оборудование для приготовления пищи. К такому решению пришел глава Армавира во время посещения этого дошкольного учреждения. Объем финансирования составит 800 тысяч рублей. Проблема в канализации, здесь проблема с оборудованием, мойкой, то есть плитка отваривающаяся, то есть вот эти вот места. Есть необходимость, я думаю, распотреблю в зубы, везти в плитку. Да, протирочные машины, газовая печь, которые... Когда последний раз выполняется капитал? В каком году? После нового дня, наверное, так частично, чуть-чуть. Заведующая детским садом Ирина Стахорская показывает градоначальнику территорию садика. Благодарит мэрию и меценатов за новые веранды и игровые конструкции, за благоустройство в поселке. Перед дошкольным учреждением теперь новые дороги, парковка и тротуары. Сейчас парковку сделали, удобно стало поддерживать? Да, очень удобно. И удобно подходить, грязи не стало. Значит, по весне надо будет запланировать и озеленить территорию, и садик по-другому заиграть. Ну, я тоже так думаю. Ну, мы тоже стараемся. Побывал городской глава и в 52-м детском саду присмотра и оздоровления. Здесь немало хлопот доставляет прохудившаяся крыша. По подсчетам специалистов, на новую шатровую кровлю потребуется полтора миллиона рублей. Кровля у нас с момента постройки детского сада не ремонтировалась. То есть, она каждый год, мы производим просто ее латами. Понятно, других проблем нет, да? Ну, так мы сами. Основных. Да, таких вот основных горячих. Просто вот каждый год, два раза в год бывает, мы ее просто ставим латки. В этом году принимаем решение, капитально ремонтируем. Значит, надо сейчас оформить документацию. Кроме этого, Андрей Харченко поручил благоустроить перелегающую к детскому саду территорию со стороны улицы Красных партизан. Сухостой из бурьяна, мусор и грязь совсем скоро останутся в прошлом. Всемирный день борьбы против онкологических заболеваний. Дата, отмечаемая ежегодно, 4 февраля. В Армавире в онкологическом диспансере на страже здоровья стоят грамотные специалисты. Анна Мельченко убедилась. В 90-е годы руководством Армавира было принято решение об организации онкологического диспансера на базе первой больницы. В его устройстве принимал участие и коллектив лечебного заведения. На сегодняшний день в Армавирском онкодиспансере трудится 30 высококвалифицированных врачей и грамотных специалистов. У нас есть отделение радиологии, где работают врачи-радиологи. Это уникальная специальность. У нас есть врачи-гематологи, которые тоже не часто встречаются в районных больницах. Вообще их нет. У нас есть врачи-химиотерапевты, врачи-хирурги, онкологи. Ну и, конечно, диагностическая база. У нас есть лаборатории, которые делают все основные исследования по установлению диагноза при локальных заболеваниях. Армавирский диспансер является межрайонным онкологическим центром и обслуживает более 800 тысяч человек. Различные национальные проекты по модернизации здравоохранения значительно повысили материальную базу этого медицинского учреждения. Мы смогли получить оборудование на 79 миллионов рублей. Это только на приобретение оборудования современного. Мы полностью переоснастили на сегодняшний день отделение лучевой терапии. А там оборудование очень тяжелое и очень дорогое. Например, один аппарат для лучевой терапии канадского производства, который мы сейчас устанавливаем, подгодавливаем помещение и устанавливаем, он стоит 37 миллионов. Кроме того, был установлен компьютерный томограф, новый рентгеновский кабинет. В 2011 году при посещении диспансера губернатором края было принято решение о приобретении бывшей станции Армавир-1 для расширения онкологического диспансера. Что касается статистики заболеваний, то на сегодняшний день под наблюдением здесь находится более 5000 человек. Эти цифры только по городу. Цель Международного дня борьбы с онкозаболеваниями – привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого серьезного недуга. Анна Амельченко, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. К другим новостям. Государственная поддержка талантливой молодежи – важное направление национального приоритетного проекта образования. В Армавире его реализации уделяется самое серьезное внимание. Не случайно наш город становится стартовой площадкой для проведения предметных олимпиад школьников различных уровней. Материал Юлии Чернышевой продолжит тему. Новое новое поколение, мы назваем свое отличие. Я взятка, мы на сверке роды, мы будущие шаги. За ними будущее. Армавирская государственная педагогическая академия приняла участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии. За свои заслуги именно этот вуз был выбран Министерством образования и науки Российской Федерации в Краснодарском крае как место проведения технологической олимпиады. Школьники со всего региона приехали, чтобы победить. На творческом соревновании было все – мода, мастерство, искусство и жажда победы, конечно. В том году мы принимали все этапы Всероссийской олимпиады школьников по технологии – муниципальный, региональный и всероссийский. Сегодня 73 участника принимают участие в Краевой олимпиаде практически из всех городов и районов Краснодарского края. Надо сказать, отрадно, и это очень важно для нас, в том году в Всероссийской олимпиаде школьников по технологии, которая была 13-я, по результатам 5 золотых медалей в Краснодарском крае и 3 серебряные. Я считаю, что это большое достижение всех наших педагогов Краснодарского края и профессорско-преподавательского состава нашего вуза. Олимпиада проходила по двум направлениям. Первое – техника и техническое творчество. Второе – культура дома и декоративно-прикладное творчество. Старшеклассники всех школ Кубани показали, чему они научились. Во время первого теоретического тура сразу стали известны любимчики научной фортуны. Но на этой олимпиаде мало было иметь при себе ручку, листок и правильно отвечать по теме. Умственная и физическая работа в плюсе давали преимущество перед соперником. Таков был практический тур. Работа оценивалась по бальной системе, поэтому, что называется, все было в руках ребят. Мы уже два раза проводили такую олимпиаду по проведению заключительного этапа. В городе, я думаю, это важен в нашей академии. Это очень почетно и ответственно. Таким был второй день регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Незадолго до этого, 31 января, в день открытия соревнований, большинство участников уже, вероятно, размышляли, каким будет ее завершающий этап – защита проектов. Расскажите представить вашему вниманию мой проект, который называется «Радуга стеклянных витражей». «Радуга стеклянных витражей» Олимпиада по технологии, проводимая в стенах Армавельской государственной педагогической академии, с каждым годом набирает популярность среди школьников, гласят цифры статистики. Здесь ребята набираются свежих знаний, знакомятся с новыми людьми и получают возможность заявить о себе во всеуслышании далеко за пределами родного города. И, возможно, кто-то из них в будущем – известная личность. Юлия Чернышева, Александр Жилеев, служба новостей Армавира. 3 февраля завершился муниципальный этап краевого фестиваля «Адрес детства Кубань». В течение нескольких часов сольные исполнители, детские и юношеские творческие коллективы Армавира радовали и удивляли зрителей своим талантом. Дарья Топчева побывала на мероприятии, и вот что она выяснила. Едва ли за всю историю Армавирского драматического здесь выступало такое количество талантливых ребятишек. Более 800 юных артистов, певцов и танцоров побывали на его сцене в один день. В нашем городе очень много учреждений дополнительного образования, где дети могут научиться и танцевать, и петь, и заниматься спортом. Все открыто для детей, потому что мы любим детей. Все, что сегодня лучше есть, мы должны отдать детям. Потому что если мы хотим дальше видеть наше общество грамотно, здорово, культурно, мы должны прежде всего отдать все детям. Когда смотришь на выступления юных артистов, будь то воспитанники Дворца детского и юношеского творчества, музыкальной школы, Дворца культуры или дошкольных учреждений, действительно не сомневаешься, что вложено в этих ребят, педагогами и родителями много труда, заботы и любви. Эмоционально сильные выступления не оставляли равнодушными зрителей, заставляя проникаться историей, столь умело рассказанной артистами. Одно из таких выступлений – танец «Вдовы» хореографического ансамбля «Вдохновение». Выступления самых маленьких артистов, воспитанников детских садов, были не менее красивыми и красочными и подарили зрителям немало приятных минут. Как признается один из ребят, пятилетний Даниил Харченко, за этими номерами стоит серьезная подготовка. В общем, артисты настроены по-взрослому. Вчера мы из садика со Светланы Анатольевной приезжали в этот театр. До этого лепетировали в садике. Я хочу победить и поехать в Краснодар. Но прежде чем поехать в Краснодар, лучшие из лучших этого концерта примут участие в зональном этапе фестиваля, который пройдет уже в марте. Дарья Топщева, Александр Пензев, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. С 23 января по 23 февраля в Армавире состоится много мероприятий, связанных одной темой – Великая Отечественная война. В городе уже прошли митинги, концерты, встречи с ветеранами, выставки. Посетить некоторые из них у армавирцев еще есть немного времени. В доме Савы Дангулова до 10 февраля открыта экспозиция репортажных снимков одного из известных фотографов города. «Победители» – так называется выставка. Название взято неспроста. На снимках – герой, участвовавший в освобождении города. А вот посетители Краеведческого музея смогут познакомиться с работами участников и свидетелей событий Великой Отечественной. Выставка картин «Война глазами очевидцев» будет открыта до 23 февраля. Далее о спорте. Завершилось первенство Краснодарского края по греко-римской борьбе, проходившее с 31 января по 2 февраля в Армавире. По итогам двух дней соревнований призовые места для наших спортсменов распределились следующим образом. Весовой категории 46 килограммов. Армавирец Зелимхат Махмат Хаджиев занял почетное третье место. Лучший результат веса 69 килограммов показал Вячеслав Марченко, выполнив норматив разряда «Кандидат в мастера спорта». Оба спортсмена примут участие в первенстве Южного федерального округа по греко-римской борьбе в составе сборной команды Краснодарского края, которая пройдет в Славинске-на-Кубане. Об этих и других событиях вы также сможете узнать в любое время суток на сайте в сети интернет www.media.tv, а также в наших группах в социальных сетях. На этом выпуск завершен. Далее традиционный метеопрогноз. Я же Марина Бартинива прощаюсь с вами и желаю только самых добрых новостей. До встречи на телеканале ТНТ Армавир. Субтитры создавал DimaTorzok